МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программу представляет Оренбургский областной клинический наркологический диспансер. Даже если вы уверены в том, что делаете все правильно, переходя дорогу лишь на зеленый сигнал светофора и убедившись в том, что все автомобилисты уступают вам дорогу, всегда есть вероятность того, что кто-то, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, посчитает, что правила дорожного движения созданы для того, чтобы их нарушать. Сегодня в программе мы поговорим о безопасности дорожного движения. Вот только речь пойдет не о ПДД, а о том, насколько важно сохранять трезвый ум за рулем и чем может быть чревато несоблюдение этого правила. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Право на жизнь». Меня зовут Роман Громов. По данным Оренбургского ГИБДД, с начала года было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей. Для некоторых из них эта автомобильная поездка закончилась не только лишением прав, а реальным тюремным сроком. По их вине пострадали люди. За управление в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования у нас предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление в течение года у нас предусмотрена уголовная ответственность. Статья 264. За истекший период 7 месяцев 2016 года нами неоднократно проводились профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности в данном направлении, а также на выявление лиц в состоянии алкогольно-управляющих в состоянии опьянения. Есть у нас всероссийское общество «Антидилер». Работают они автономно. При получении какой-то от них информации о том, что имеется факт управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения, либо с признаками опьянения, незамедлительно, то есть реагируем на данные сообщения. По происшествию половины срока лишения гражданин подает в органы госавтоинспекции необходимые документы, предусмотренные для получения водительского удостоверения, сдает экзамен соответствующий и по сечении срока получает в установленном порядке свое водительское удостоверение. Нетрезвый водитель – это реальная угроза. А если кто-то говорит, что знает свою норму и вполне контролирует себя после бутылки пива, он заблуждается. Безопасной дозы просто не существует. Употребление любых веществ, которые влияют на головной мозг, обычно сводится к двум моментам. Или замедление всех реакций ассоциативных, которые проходят с синтезом, с анализом, с быстротой реакций. Либо резкое увеличение ассоциаций. Есть вещества, которые влияют даже на зрение. Такие вот зрительные обманы. В чем они проявляются? Проявляются в том, что любое препятствие на дороге, оно может или приближаться, или удаляться. Причем на десятки метров. Какие могут быть реакции? Резкое торможение, улететь с дороги может во время неправильных действий, когда он находится за рулем. То есть любое употребление психоактивных веществ, почему оно и преследуется по закону, почему оно категорически запрещено. И даже в лекарственных препаратах, которые каким-то образом влияют на психику, обязательно прописано. А можно ли его употреблять и находиться за рулем? Или нельзя? Всего лишь одна поездка в нетрезвом виде может закончиться весьма печально. Лишение водительского удостоверения на полтора года – это меньшее, что ждет нарушителя. Кстати, подтвердить наличие алкоголя в организме можно двумя эффективными способами. Во-первых, алкотестером. Во-вторых, с помощью анализа CDT. Методика помогает обнаружить ферментный маркер хронического злоупотребления алкоголя. Человек, лишенный водительского удостоверения по причине пьянства за рулем, не сможет просто так вернуть его себе. В течение всего срока лишения он должен будет подтверждать свою трезвость. С этой целью в наркологическом диспансере проводятся профилактические работы с пациентами, а также постоянный контроль состояния. Такому человеку необходимо явиться в наркологический диспансер по месту прописки для того, чтобы оценить свое состояние, чтобы врач, психиатр-нарколог оценил его состояние и помог справиться с проблемой, с болезнью, если она есть, или помог провести диагностику для того, чтобы подтвердить диагноз здоров. Настоящим законодательством прописан объем обследования для лиц, которые замечены в употреблении алкоголя либо наркотиков. Этот объем включает в себя анализ крови, как минимум на употребление и злоупотребление алкоголем, который показывает, что человек длительное время злоупотребляет или не злоупотребляет алкоголем, и анализ мочи на психоактивные вещества. Если человек проходит диагностику и вставляется диагноз здоров, то проводится беседа о здоровом образе жизни, и человеку даются рекомендации, чтобы такого больше не повторялось, то есть больше его не лишали права управления транспортным средством. Если вы носите диагноз синдром зависимости от алкоголя, от наркотиков, либо пагубное употребление, то такой человек нуждается в диспансерном наблюдении. Срок наблюдения от одного года до трех. В течение этого времени человек проходит обследование, его консультируют специалисты, психологи, психотерапевты, другие. Проходит он консультации. Если он выполняет все назначения, то снимается с выздоровлением, с наблюдением, и только, к сожалению, через три года или через один год может получить допуск к управлению транспортным средством. Водитель, садясь за руль своего автомобиля в нетрезвом виде, не может четко оценивать ситуацию и быстро принимать решения. В таком состоянии он становится угрозой для всех участников дорожного движения. Угрозой их здоровью и жизни. Программа подготовлена Оренбургским областным клиническим наркологическим диспансером. Продолжение следует... Продолжение следует...